МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый вопрос повестки дня – избрание судей апелляционного суда. Председателем Высшего судебного совета Кареном Сагияна была представлена кандидатура Арсена Амирджаняна. Во втором чтении представлен проект о внесении дополнений и изменений в закон о туризме и туристской деятельности. Закон был принят 23 голосами «За». Необходимость внесения изменений в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс обосновывается тем, что 1 июля 2022 года в Республике Армения был принят новый Уголовный кодекс, который дискриминализовал повторное в течение года действие управления транспортным средством без водительского удостоверения. Закон был принят единогласно. Министр социального развития и миграции Армен Магасарян представил парламентариям проект поправок в закон о государственных пенсиях. Другие две поправки и дополнения к законопроекту относятся к переходным положениям. Было принято решение, что для наших соотечественников, проживающих в Украине, которые не могут получать пенсию по доверенности, заменить слово «Украина» на иностранное государство, находящееся в чрезвычайном положении. Предложение было принято единогласно. Исполняющая обязанности председателя Комитета по жилищным вопросам Инна Ишханян представила законопроект о внесении изменений в закон о воинской службе и статусе военнослужащих. Закон был принят 24 голосами «За». Еще одно предложение о поправке в тот же закон было представлено заместителем министра обороны. За него также проголосовали 24 парламентария. 23 февраля президент Республики Арцах Арая Коротюня в ходе пленарного заседания Национального собрания принял участие в предусмотренной Конституции процедуре вопросов и ответов между законодательной и исполнительной ветвями власти. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха. Глава государства и члены правительства ответили на вопросы депутатов, разъяснили меры, предпринимаемые для решения проблем, возникших в результате блокады Арцаха со стороны Азербайджана. Сегодня, 23 февраля, под руководством президента Республики Арцах Арая Коротюня состоялось заседание правительства. Глава государства представил военно-политическую и социально-экономическую ситуации, сложившиеся в результате блокады Арцаха со стороны Азербайджана, равно как и меры, предпринимаемые властями для решения возникающих проблем. На заседании правительства президент Арутюнян обнародовал указ об освобождении Рубена Вартаняна от должности государственного министра. Он высоко оценил усилия последнего в деле повышения международной осведомленности об Арцахе и решения многих внутренних проблем во время блокады. Все это время я и Рубен Вартанян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе, так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации. «Я благодарен господину Вартаняну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы. Но, с другой стороны, он осознавал и понимал масштабы и степень моей личной ответственности за создавшуюся в Арцахе ситуацию и дальнейшие проблемы», – подчеркнул глава государства. Арая Каратюнян отметил, что предложил взять на себя обязанности государственного министра генеральному прокурору Республики Гургену Нарсисяну, учитывая его профессиональные и человеческие качества, профессионализм, беспристрастность, принципиальность и патриотизм, проявленные в его работе. Президент сообщил, что в сферу координации нового госминистра войдут все органы исполнительной власти, кроме силовых органов и Министерства иностранных дел. Российскими миротворцами за минувшие сутки в Мартакерском и Шушинском районах зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщило Министерство обороны России. По данным фактам, командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство. Отмечается также, что российскими миротворцами продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакер-Гурис. Как сообщает информационный штаб, Арцаха шестеро детей находятся в неонатальном и реанимационном отделениях детской больницы. В реанимационном отделении Республиканского медицинского центра находятся шестеро взрослых пациентов. Вдвое из них в критическом состоянии. В условиях блокады родились 283 ребенка. На сегодняшний день при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста для лечения из Арцаха в Армению переведены 113 пациентов. Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения. До начала обсуждения вопросов повестки дня Никол Пашинян выступил с речью, в которой коснулся удовлетворения Международным судом ООН и Скармении о применении временных мер в связи с разблокированием Лачинского коридора. В своей речи Пашинян отметил важность того, что суд подтвердил факт, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде и ее непосредственным организатором является Азербайджан. Правительство Республики Армения на сегодняшнем заседании внесло изменения в программу государственной поддержки по обеспечению доступности жилья для семей вынужденных переселенцев из отдельных районов Нагорного Карабаха. Согласно обоснованию, поддержка предоставляется бенефицарам, приобретающим жилую недвижимость в Армении или Нагорном Карабахе, а также для строительства частных жилых домов и направлена исключительно на погашение ежемесячных платежей по ипотечному кредиту. Закрытие Лачинского коридора нарушило доступ к товарам и услугам первой необходимости для тысяч этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, и вызвало гуманитарный кризис. Об этом написал заместитель директора отдела Европы и Центральной Азии международной правозащитной организации Human Rights Watch Георгий Гогия. Он отметил, что несмотря на то, что автомобили российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста могут проезжать по Лачинскому коридору для доставки товаров первой необходимости или перевозки тяжело больных в Армению, многие потребности арцахцев остаются неудовлетворенными. Азербайджанские власти и российские миротворческие силы должны не допустить, чтобы протесты лишили жителей Нагорного Карабаха их прав, включая доступ к здравоохранению, основным услугам и товарам, а также право на свободное передвижение, написал Гогия. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. До свидания.